Всем огромнейший привет! У нас сегодня с вами будет макияж. Я на самом деле очень соскучилась по макияжам. И макияж будет очень часто запрашиваемый в последнее время из видео про заказ Фоберлик из одного из последних видео. Но не знаю, когда это видео, конечно, выйдет в свет. Помните, был такой смоки с акцентом на зеленый цвет, в общем-то. Я с удовольствием исполняю вашу просьбу. И сегодня макияж будет именно вот с моей речью. Я не хочу как-то накладывать голос за кадром, потому что это муторно, это смотрится и слушается неестественно. И хочу вот именно пообщаться с вами вот так вживую. Я уже нанесла сейчас тональный крем. Решила, что опущу этот момент и нанесла консилер под глаза. Девочки, что касается тонального крема, то вы можете использовать тот, который вам подходит. Потому что я выбираю тональный крем в зависимости от погоды. В зависимости от того, куда я пойду с этим макияжем. Либо я буду красоваться перед мужем, либо я буду где-то там скитаться по магазинам, так скажем. Либо я пойду на торжество. То есть на каждый момент идет свой тональный крем. И сейчас у меня на лице вот такой тональный крем от Maybelline, который называется Super Stay Better Skin в оттенке светло-бежевый 0.5. Этот тональный крем мне, конечно, не очень нравится. Но мне нравится, как он перекрывает какие-то несовершенства кожи именно по тону. У меня сейчас кожа по тону очень такая серо-оливковая. Поэтому мне нужен был такой ядерный агент на лицо. То есть у меня особо так прыщей нет. Но вот как-то замаскировать именно тон. Мне нужен был тон. Поэтому использовала это средство. Оно подчеркивает шелушения какие-то, забивается в морщинки. Но поскольку камера эти тонкости не передает, то я использую часто вот именно этот тональный крем для съемок видео. Когда там у меня очень такой болезненный цвет лица. Этот цвет лица у меня связан не с моим общим состоянием. Это просто наследственное. У меня такой цвет лица. Я очень бледная сама по себе. И загарка мне не очень хорошо прилипает, так скажем. Бледноличка, да. Ну вот видите, нанесла тональный крем-консилер. Я в надежде, что видео будет покороче. Но я сегодня так разговариваю с вами. На самом деле давно не снимала видео. И мне хочется с вами пообщаться. Консилер я нанесла свой любимый от Artvisage. Нанесла его в маленьком количестве, чтобы потом еще можно было его добавить. Поэтому если какие-то сейчас бледные круги под глазами, то не обращайте внимания. Итак, приступим к макияжу. И в этом видео хочу поговорить с вами еще на такую злободневную тему моего канала. К названию «Ты же врач». Вы знаете, что я все-таки по своей профессии врач. И сейчас я нахожусь на декретном отпуске. И мне поступает по этому поводу очень много комментариев. Вот об этом я хочу с вами поговорить. Я возьму зеркало, которое мне нравится. Так, и сейчас, наверное, приступим. Кстати, я не наносила базу под тени, потому что я нанесла консилер от Artvisage. Он довольно-таки плотный. И он иногда заменяет мне именно базу под тени. Я возьму вот такие вот тени от Vivienne Zabo. Вот такую двушку в оттенке 36. Присылала мне их Танюшка из Саратова. Танюшка, тебе привет. И нанесу вот этот светлый оттенок на все подвижное веко при помощи вот такой вот кисти с Алиэкспресс, ну, а-ля Бобби Браун. На самом деле макияж очень хорошо выполнять, когда ты сидишь там где-то за столом, да. Но когда всю косметику держишь на коленках, это не очень приятно, не очень удобно. Ну, в общем, я нанесу светлый вот этот такой молочный оттенок на все подвижное веко. И при взаимодействии именно с консилером от Artvisage, это даст эффект еще дополнительного сцепления моих будущих теней, потому что теней еще на самом деле будет достаточно. Эти тени дают такое сатиновое покрытие. Мне нравится этот эффект. Он очень схож с некоторыми оттенками из палетки Sleek. Но у меня почему-то вот именно к этим двушкам от Vivienne Sabo тянется рука. Я не знаю, с чем это связано. Теперь я возьму вот такую кисточку бочонок и нанесу темный оттенок из этой палетки на складку века. Ну, вы сейчас все увидите. Темный оттенок в складке века придал нашему глазу графичности, живости и такой яркости. Если что-то асимметрично, если что-то осыпалось, то не переживайте, мы это все подправим. Мы это все, как говорится, исправим, сделаем все ровненько, симметрично. Теперь я возьму вот такой вот каял от Faberlic. Это, собственно говоря, и виновник всего этого макияжа. Каял с артикулом 5582, наверное, если я не ошибаюсь. И нанесу вот этот каял на все подвижный век. Каял хорошо сцепляется с веком. Он хорошо наслаивается на любые тени, даже на несколько слоев теней. Единственный недостаток этого каяла в том, что он вылезает из своей основы. То есть, видимо, какой-то брак. Но я, в принципе, к этому браку приноровилась, как-то уже приспособилась. И ничего сверхъестественного для себя не нахожу. Видите, пигментация, в принципе, хорошая. Наносим прямо побольше. Он не скатается в течение дня. Поэтому бояться нечего. Девочки, этот макияж я делаю очень-очень редко. И именно для съемок видео. Потому что, ну, куда-то выходить с этим макияжем сейчас не вижу смысла. Особо каких-то торжеств у меня нет. На улицу не хочется так краситься почему-то. Смотрите, как он шикарно смотрится. То есть, это такой оттенок без перламутра. Он немножечко сатиновый. Хорошая перекрывающая способность. То есть, века перекрылась на все 100%. Теперь я возьму темный оттенок из палетки Vivienne с обоей. И немного дорисую свои смоки. То есть, я добавлю темного оттенка в уголок глаза. И немного еще растушую. Сделаю такой яркий эффект смоки. Девочки, что касается все-таки темы. Вот этой второстепенной темы моего видео. Которая называется «Ты же врач». Практически под каждым видео девочки напоминают мне, что я врач. Что я не должна делать так. Что я не должна делать этак. Что я вообще должна пересмотреть многие свои какие-то привычки. Я не знаю, какие-то увлечения, так скажем. Помните, я снимала видео на кухне, когда ребенку исполнился год, о нашем режиме дня. В этом видео я упомянула о том, что я не всегда могу сварить хорошую геркулесовую или манную кашу из обычного коровьего молока. Потому что, ну, не знаю, как это правильно делать. У меня частенько каша получается либо очень густая, либо очень жидкая. И у меня ребенок эту кашу не ест. И почему-то, я не знаю, на каких-то основаниях посыпались тысячи комментариев о том, что ты же врач, как ты не можешь варить каши. Ты же должна ребенка кормить только натуральными продуктами. Ты же знаешь, сколько химии в этих покупных кашах. Я как бы не понимаю вообще, о чем речь. И если человек имеет высшее медицинское образование, это еще ни о чем не говорит, что он готовит на все 100%. Потому что он первоклассный повар, потому что, девочки, кто учился на медфаке, вы знаете, какая там трудная учеба. И там просто недоготовки, что ли, так скажем. То есть я не вижу смысла и взаимосвязи между этими двумя дискуссиями, между двумя проблемами, то, что врач не может варить кашу. То есть я на 100% не сказала, что я ее прям вот не могу варить. Просто она у меня зачастую не получается. Конечно, сейчас я уже варю сыну кашу очень часто, но вот на тот момент дела обстояли именно так. И мне было, честно говоря, немного не то что неприятно, а как-то странно читать у себя на страничке подобные комментарии под видео. Я добавила темный оттенок в уголки глаза и получилось более-менее как-то гармонично. Но еще раз повторяю, этот макияж очень ярко для меня сейчас. И вот как-то использую я его только для съемок видео. Теперь возьму еще немного светлого оттенка и добавлю во внешний уголок глаза, чтобы немного смягчить, так скажем, круги под глазами. Да, я думаю, что вы сейчас поймете, о чем я говорю. Я добавляю светлого оттенка именно вот сюда, вот в ямочке, на косточке. Это смотрится более естественно и более как-то натурально и свежее, нежнее что ли. И этим я занимаюсь вот где-то вот под занавес уже своего макияжа, вот так вот добавляю. Теперь возьму подводку, у меня стандартная подводка Фаберлик и сделаю стрелки. И еще о чем хотела я с вами поговорить, это вы, наверное, заметили, что последние мои видео имеют очень такие компрометирующие названия. То есть я думаю, что вы поняли, о чем я говорю, да? И под такими видео и даже в личку мне тоже пишут. Какой же ты врач, как такое может быть, я к тебе ни за что не пойду на прием. Ты там так выражаешься, у врача должен быть совсем другой лексикон, да? И какой же ты врач, и вообще там оскорбления такие идут. Девочки, что касается моей профессиональной деятельности, то и что касается лексикона, то когда я работаю, то разговоры с беременными, разговоры с гинекологическими больными, они сводятся, как правило, к определенным уже заученным фразам. Вот я вам честно скажу, потому что зачастую женщинам объясняешь реально одно и то же. То есть беременным объясняешь, что нельзя много пить жидкости, чтобы не развился гистоз, что нужно есть, какой диеты придерживаться. То есть какие-то уже явно заученные фразы гинекологическим больным объясняешь, как правило, одно и то же. То есть результат мазка, для чего мы это берем, лечение и так далее и тому подобное. И честно говоря, именно с блогерством я развиваю свой лексикон, то есть я развиваю свое ораторское искусство, и я понимаю, что дела идут в гору. Потому что поработавший энное количество времени врачом, то я поняла, что ораторское искусство больно-то не развивается, потому что действительно говоришь одно и то же. И благодаря YouTube именно я вот как-то саморазвиваюсь, совершенствуюсь. Конечно, мы общаемся с коллегами где-то на конференциях, по телефону, но это совсем не то, понимаете. Разговор на публику – это совсем другое дело. Я думаю, девочки, которые занимаются YouTube, либо там ораторским искусством, занимают какие-то руководящие посты, они меня поймут и разделят мое мнение. Вот так за разговорами пытаюсь сделать более-менее ровные стрелки. Хотя я когда делаю стрелки, лучше вообще, конечно, не отвлекаться. У меня подводка вот эта фаберлика уже, честно говоря, заканчивается и стала такой жиденькой, потому что я всегда ее пользуюсь на тени. Мало того, на тени она такой слоеный теневой пирог, так скажем. Поэтому она уже не такая черная, но настойкая. Вот это мне в ней очень нравится. Ну вот не знаю, нормально что ли получилось? Мне кажется, нормально. Давайте с этой стороны добавим. Что касается также моей профессиональной деятельности, девочки, то мне поступает очень много вопросов в личку, в дайрект, в инстаграм. Именно касаемые моей профессиональной деятельности, что-то я уже одно и то же говорю. Вот что, значит, давно я снимала видео. То есть мне задают девочки вопросы по гинекологии, по акушерству и так далее и тому подобное. Они пишут там целые истории. Конечно, я очень уважаю вообще всех вас. Я стараюсь, пусть даже не сразу, но отвечать практически на все вопросы, девочки. И когда вы мне пишете такие вопросы, знаете, там у меня болит бок, Анечка, чем мне полечиться? Вот я лечилась там, допустим, вот такими-то свечками. Девочки, гинекология – это не ОРВИ, как говорится, да, даже при ОРВИ нужен осмотр специалиста, да, там лора врача, там терапевта прослушаться. Гинекология – это очень узкая такая специальность и практически никогда невозможно выставить какое-то лечение, выставить диагноз по жалобам, тем более по телефону. Поэтому на меня, пожалуйста, не обижайтесь. И когда вы ждете от меня лечения, это, я думаю, вообще беспочвенно как-то, это глупо, по крайней мере. Потому что я лечение никому не даю по телефону, дабы не навредить. И я только направляю в ту или иную стезю, так скажем, да, даю какой-то ориентир, куда обратиться, что сделать, куда там пойти, да, какие, может быть, даже анализы сдать. То есть какой-то конкретики от меня, пожалуйста, не ждите и не обижайтесь. Обижайтесь, я уже тысячу раз об этом говорила, но опять же стараюсь отвечать на все ваши вопросы. Сейчас я прокрашиваю реснички, у меня тушь Диваж 90-60-90. Я недавно совсем ее открыла, она мне пока не очень нравится. Нужно повозиться, чтобы ее нанести, в общем-то. Я уже говорила, что у меня должна быть всегда тушь, которой можно быстро и классно накраситься, в общем-то. Часто тушь и Диваж выполняли подобную миссию, но приходится раскрашивать вот сейчас. У меня была тушь Фаберлик такая, любимица, она у меня, к сожалению, закончилась. И вот эту тушь я сейчас разрабатываю. Но вот опять же занимает это очень-очень много времени, вот это мне не нравится. Сейчас я подведу глаз снизу, потому что, ну, более такой выразительный взгляд получается. Я в последнее время практикую все-таки не подводить глаз снизу карандашом, а делать это какими-то тенями, чтобы более мягкий такой эффект был. С возрастом, конечно, нужно отходить от подводных карандашей, особенно на нижнем веке, потому что это утяжеляет взгляд и как-то выделяет морщины. Вот когда я была помоложе, я, конечно, подводные карандаши покупала практически каждую неделю. Они у меня заканчивались как горячие пирожки. Подводной карандаш у меня, кстати, Фаберлик. Сейчас немного оформлю брови. Это уже видео, чувство, затянулось. У меня такой карандаш от Etude House, корейская компания. На одном кончике этого карандаша пудра, на другом кончике сам карандаш. Он такой светленький. Прям по цвету подходит мне оптимально. Добавлять консилеры под глаза я не буду. Мне кажется, особо ничего не осыпалось. Я просто смахну излишки каких-то теней под глазами пудрой, такой вот пушистой кисточкой. И зафиксирую тем самым макияж и пройдусь также под глазами обязательно. Теперь возьму вот такую свою палетку для скульптурирования. Она с Алиэкспресс и пахнет просто замечательно шоколадом. Я давно заказывала эту палетку, но только недавно начала ею пользоваться. Я просто сейчас по ней балдею. Она мне подходит идеально. Нанесу вот сюда вот ее немножечко на шею и потом добавлю румя. Немного добавлю любимого хайлайтера. Это у меня тоже Etude House, чтобы лицо немного выглядело поживее, что ли. Ну и завершающий штрих – это матовая губная помада Karma в оттенке 13. Компасьон называется. Вот такой, собственно говоря, макияж получился, девочки. Что касается матовой губной помады Karma, то их можно приобрести на сайте Алиэкспресс. Просто называются они не Karma. Дело в том, что здесь просто идет наклейка. Там они стоят где-то по 50-60 рублей. И они вот точно в такой же упаковке. Поэтому не нужно переплачивать и покупать эту помаду за 400-500 рублей где-то там в Инстаграме. Их мне в свое время присылали на обзор. А просто закажите их с Алиэкспресс, потому что это одно и то же. Просто Karma – это перекупы. Итак, вот такой у меня макияж. Я очень рада, что сняла подобное видео. Пишите свои комментарии. Мне кажется, он довольно-таки яркий. Он оригинальный. Он своего рода такой торжественный. Он позволяет нам быть какими-то индивидуальными, что ли. Поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И до встречи в новом видео. Пока-пока.